Давайте проведем небольшую экскурсию по среде рыбалаб. В первую очередь нас интересует палитра функций, в которой расположено более 400 пиктограмм, используемых в различных программах. Во-первых, в верхней части окна палитры функций находятся команды действия, команды включения и выключения моторов, а также включения лампочек. Лампочки сейчас уже не поставляются в конструкторах NXT, но раньше это была весьма важная часть. Кроме того, под командами управления моторами находится дополнительная палитра продвинутого управления моторами. И здесь находятся два ключевых блока, с помощью которых мы можем подавать значение на моторы в диапазоне от минус 100 до 100 в режиме широтно-импульсной модуляции торможения. А на обычные моторы подается скорость в диапазоне от 1 до 5, и для этого мы должны заглянуть в отдельную палитру модификаторов, уточняющих работу команд. Power Level от 1 до 5 – это и есть значение скорости мотора. Далее, палитра команд ожидания находится под пиктограммой оранжевые часики, и здесь мы можем найти всевозможные команды ожидания. Во-первых, по времени, начиная от секунд, случайное время, и далее миллисекунды и сотой доли секунды. И заканчивая ожиданиями событий на датчиках, на контейнерах, почтовом ящике и таймерах. Ну и кроме того, здесь есть еще ряд дополнительных устройств, которые мы осваивать не будем. Далее, палитра со значком 0 содержит в себе команды инициализации различных датчиков. Нас интересуют, конечно же, датчики NXT, а также таймеры, переменные и почта. Палитра с нарисованной баночкой или контейнером содержит в себе всевозможные команды управления значениями переменных контейнеров. Здесь есть арифметические операции, логические операции, считывание значений датчиков в контейнер, и самая главная команда F от X, которая помогает нам создавать математические выражения. Над ней находится палитра со стрелкой, это структуры. В структурах есть команды управления задачами, параллельными задачами, команды для того, чтобы создавать и вызывать под программы, отдельная палитра ветвлений по датчикам, по переменным, таймерам и другим величинам. Отдельная палитра прыжков. Это аналог оператора GoTo, скажем, из языка Basic. Первая стрелочка вниз означает метка, где нужно приземлиться, стрелочка вверх означает прыжок на эту метку. Такие команды действуют только в рамках одной задачи. Невозможно перепрыгнуть из одной параллельной задачи в другую. Следующая палитра – циклы. Мы можем строить как бесконечные циклы, так и циклы с фиксированным числом повторениям, и циклы по условию. В том числе условия могут быть завязаны на датчике, или же на какие-то системные значения среды Robolab и самого NXT. Далее идут пиктограммы, связанные с событиями, но сюда мы заглядывать не будем. Еще хотел бы обратить внимание, что среди ветвлений бывает ветвление по значению равно-неравно. Это отдельная палитра, которая находится в правом нижнем углу, и здесь мы можем подставлять ветвление со значениями равно-неравно. Правда, обращаю ваше внимание, что датчики очень редко бывают определенного значения, разве что с датчиком касания такое случается. Все остальные, как правило, очень быстро проскакивают фиксированное значение, и бывает трудно поймать конкретное число. Поэтому предпочтительно использовать команды больше и меньше или равно. Далее мы заглянем в палитру с письмом, где нас интересует только единственный блок, это отправка письма, и палитру модификаторов, где уже мы сегодня были. Здесь модификаторы делятся на два вида. Объекты, модификаторы объекта, то есть параметры, которые указывают на, например, порт мотора, порт датчика, контейнер, в котором может храниться значение, таймер. И значение этих объектов, то есть значение скорости мотора, показания на конкретном порту датчика, значение контейнера, то есть целое число. Модификаторы отличаются для внутренних целей среды RoboLab, и нам надо к этому привыкнуть. Далее. Особый интерес представляет палитра NXT, которая создана специально для контроллера NXT. Здесь мы видим добавленные модификаторы для энкодеров, потому что раньше в контролле RCX не было энкодеров. команды управления моторами, в том числе синхронизацией, управлением скоростью, управлением расстоянием, который должен проехать мотор, и реверс моторов. А также команды для рисования на экране NXT, и работы с файлами, в том числе со звуковыми. Ну и напоследок следует обратить внимание на пользовательские библиотеки, которые содержат библиотеки для работы с различными датчиками сторонних производителей, фирмы Hi-Technic, фирмы MindSensors. Это интересный материал, с которым стоило бы познакомиться в процессе занятия робототехникой. Когда же мы научимся создавать собственные блоки, то они могут подгружаться через пиктограмму в правом нижнем углу нашего окна. Давайте посмотрим, как можно прикрепить модификаторы к одной конкретной команде. Например, команда управления моторами. Если взять инструмент-провод, то, подводя к команде, к пиктограмме, можно увидеть четыре цветных порта. Первый розовый порт – это вход в эту команду из предыдущей. Второй розовый – это выход в следующую команду. Зелёный порт указывает порт мотора, физический порт на контроллере. И синий порт – значение скорости. Мы можем зайти в модификаторы, выбрать, например, порт B. Он автоматически подключается. Если автоматически не произошло, например, я поставил слишком далеко, то с помощью инструмента провод соединяем модификатор с нужным портом. Обратите внимание, что в момент, когда соединение возможно, порт мигает. А теперь я выбираю инструмент «Текст» и ввожу нужное значение, например, 50%. Кроме того, можно создавать конкретные модификаторы, например, розовый прямоугольник. Лучше всего в режиме инструмента «Провод» я могу создать прямо на этом порту командой «Create Constance». Готово. Спасибо.